Hi guys! Когда мы выбираем поддержанное авто, то всегда ищем лучший вариант по соотношению цены и качества. И сегодня я назову вам 10 моделей автомобилей, которые можно покупать в состоянии БУ и расскажу, сколько они стоят. И 4, которые нельзя брать ни за какие деньги. Погнали! Номер 1 в рейтинге Toyota Camry. Вообще, бренд Toyota это бренд, которому американцы очень доверяют. Они называют это Reliable, то есть надежной маркой, надежными автомобилями. Единственный нюанс, что при покупке Toyota Camry, уже в БУ состоянии, вы заплатите чуть больше, потому что в цене она здесь теряет минимально. Машина надежная и американцы понимают, что если ты купил Toyota Camry, то в принципе по сервисам ты будешь ездить минимально. Давайте сейчас расскажу вам, сколько же стоит БУ Toyota Camry на вторичном рынке в США. Вот, например, такая Toyota Camry 2016 года, пробег 53 тысячи миль, это примерно 85 тысяч километров, стоит 13 499 долларов. Вот, такой автомобиль американцы с удовольствием купят и будут считать это отличным вложением. Ну, а мы с вами идем дальше и чуть позже я расскажу, какие 4 марки и модели автомобилей американцы не купят на вторичном рынке. Второе место и на ней уютно разместился Kia Rio. Здесь, как бы сказали американцы, предложение Combo. Это когда автомобиль недорогой уже на этапе БУ, то есть не такой дорогой, как та же Toyota Camry, но при этом надежный. Если мы говорим о цене, то базовая комплектация Kia Rio в новом состоянии оценится около 15 тысяч долларов, а за 3 года она примерно теряет на треть в цене. То есть, опять-таки, если мы вернемся к Toyota Camry и вспомним, да, что она минимально теряет, то здесь потери прям колоссальные. И купить на рынке БУ такую машину считается выгодной сделкой. Итак, Kia Rio 2017 года с пробегом 27 тысяч миль стоит 8599 долларов. Ну и, конечно, гайз, не стоит забывать, что при покупке любой машины можно торговаться, как ПУ, так и новой. Я уже как на канале рассказывала, что когда я покупала свою Honda Accord, я прям с дилером торговалась, и это нормально, мне сделали скидку в несколько тысяч долларов, поэтому смело можно пробовать и выставлять свои условия. А я, кстати, не случайно сегодня стою около этой милой желтенькой таблички, чуть позже я вам расскажу, почему. Следующая модель Honda Civic, она, кстати, относится к списку trusted choice, то есть машины, которым доверяют. Ну, у Honda, в принципе, много моделей, которым доверяют американцы, я уже говорила про Accord, да, но Civic хорош тем, что он доступен по цене, он, конечно, дешевле, чем Accord. Внутри есть тоже очень хорошие комплектации, на Америку они реально классно делают. И, собственно, с Civic здесь какая история, он прекрасен как в новом состоянии, так и в трех-четырехлетнем. А если вы, например, посмотрите в сторону модели с 2006 по 2010 год, то можно найти в пределах пяти тысяч долларов, то есть он, в принципе, доступен. Более того, можно выбрать как гибрид, так и седан, есть купешки, короче, много разных вариантов, но любой вкус и цвет. Давайте с вами посмотрим, сколько стоит Civic на вторичном рынке. Итак, модель 2017 года с пробегом 32 тысячи миль стоит 16 тысяч 998 долларов. В хорошем состоянии, как вы можете видеть, в принципе, можно сказать, что это хорошее предложение, учитывая, что, по крайней мере, в Civic не нужно будет сильно много вкладываться. Следующая в списке машин, которую точно купят американцы, Hyundai Sonata. Но большой плюс, во-первых, в том, что Hyundai дает щедрую гарантию на 60 тысяч миль, что большинство машин там в первые три года не преодолевает. И поэтому, когда на вторичном рынке ты приобретаешь Sonata, то, в принципе, с большой долей вероятности у тебя будет еще гарантия, что, конечно же, большой плюс. Второй жирный плюс еще за то, что Sonata нереально потеряла уже в цене. То есть от первоначальной стоимости за три года машина теряет около 10 тысяч долларов. Так вот, на вторичном рынке поддержанная Sonata 2017 года, трехлетняя, с пробегом 30 тысяч миль обойдется вам в 14 тысяч 895 долларов. Понимаете, да, что она уже очень-очень много потеряла в цене. Хороший автомобиль с, опять-таки, классными комплектациями в Америке. И, да, американцы скажут, что надо брать, друзья. Следующие в рейтинге машин, которые американцы покупают активно, отечественный производитель Ford. И модель Focus. Ford Focus в Америке популярна. И, в принципе, считается, что эта машина, если ты покупаешь ее на вторичном рынке, потом дешевая в обслуживании. То есть запчасти на нее стоят относительно недорого. Поэтому, если ты купил Focus, ты в любом сервисе здесь его починишь. Очень много запчастей, все в доступе. Плюс к тому, они тоже очень сильно теряют в цене. Если посмотреть на Focus 2008-2011 года, то можно найти бюджетные модели до 5 тысяч долларов. Это, кстати, к разговору, когда спрашивают, какую машину покупать мигрантом. То есть, какой первый автомобиль недорогой. То, вот, пожалуйста, можно сказать, что Ford Focus может войти в этот список. Потому что до пятерки его точно можно приобрести. Я посмотрела на вторичном рынке такие посвежие модели. То есть, 2017 года 64 тысячи миль. И Focus такой стоит 9 тысяч 988 долларов. И это, в принципе, тоже неплохое предложение, как вы понимаете. Машина уже достаточно много потеряла. Но только катайся, наслаждайся. В следующем наш рейтинг въезжает полноприводный товарищ Subaru Outback. Или, как бы здесь американцы сказали, Subaru. Это, в принципе, хорошая, выгодная покупка здесь считается в Америке. Почему? Потому что Subaru считается надежной маркой. У нее низкие эксплуатационные расходы и низкая стоимость владения. То есть, для тех, кто хочет сэкономить, купить надежный полноприводный автомобиль, то Subaru Outback будет хорошим предложением. Если посмотреть по ценам в вторичном рынке, то Subaru 2017 года с пробегом 38 тысяч миль обойдется в 18 990 долларов. Поэтому здесь в Америке считается, даже если вы купили 10-летний Subaru Outback, то вы спокойно на нем проездите, будете немного платить. И при этом у вас будет хороший вместительный семейный автомобиль полноприводный. Короче, одни плюсы американцы видят в этой покупке. Ну, а мы с вами, друзья, погнали дальше. И следующий в нашем рейтинге Nissan Altima. Вообще, Nissan Altima занимает первое место в рейтинге самых надежных и хороших автомобилей до 15 тысяч долларов на рынке БУ по версии CarMax 2019 года. В целом, машина шустрая, надежная, вместительная. И да, за последнее время Nissan реально прибавил в дизайне. Более того, в Nissan умело упаковали в 2,5 литра 182 лошадиные силы. Так вот, американцы с удовольствием делают выбор в пользу Altima, потому что до 15 тысяч машину с такими характеристиками найти будет достаточно сложно. Короче, если мы посмотрим БУшку, то вот такая Nissan Altima 2016 года, пробег 52 тысячи миль, будет стоить 14 995 долларов. Хотели бы купить такую или бы выбрали что-то другое? Уделитесь своим мнением в комментах. Ну, а мы с вами погнали дальше. Следующий в нашем рейтинге это Toyota Sienna. Американцы шутят, что это микроавтобус, с которым можно возить всю семью, детей. Если вы заглянете в подержанную Sienna, то обязательно найдете детское печенье, какие-то карандашки. Короче, плотная ассоциация с тем, что это машина для семьи. Но здесь вполне нормально считать, что эта машина прослужит еще 10 лет абсолютно спокойно для новой семьи. Поэтому, если вы заглянете на сайты и посмотрите подержанную Sienna, то вполне можете найти какие-то варианты и до 10 тысяч долларов. Давайте с вами посмотрим, сколько стоит Sienna относительно свежая 2015 года. И, например, вот такая вот Sienna 2015 года на вторичном рынке обойдется в 21 998 долларов. Хорошее предложение для Toyota, для большой машины. Ну и в том числе ее можно использовать для какого-то мелкого бизнеса. То есть, по сути, да, у вас есть минивэн за хорошие деньги, надежные, которые прослужат еще верой и правдой. Следующая машина, которую американцы с удовольствием покупают, Honda Fit. В принципе, эта малышка занимает первое место в категории малолитражек по версии премии CarGuru. И, да, они могут сказать, что машина хорошо продается, ее покупают небольшие семьи, либо подростки в качестве своей первой машины. Я скажу, что в Америке, в принципе, не очень много вот таких вот малолитражек и компактных автомобилей, как, например, в наших странах, да, в крупных городах. Здесь нет понятия, что это машина для женщин. Компактную малолитражку люди все-таки купят больше исходя из своих надобностей, чем из каких-то там гендерных предпочтений. Ну, короче, машина экономична, опять-таки, Honda надежна. Не нужно много вкладываться, когда машину ты покупаешь на вторичном рынке впоследствии в ремонт, поэтому она популярна. Давайте с вами посмотрим, сколько стоит Honda Fit на вторичном рынке. Значит, до 2016 года вот такая вот Honda пробег вообще минимальный 16 тысяч миль. Поэтому на вторичном рынке американец больше сделает предпочтение в сторону Honda Fit, чем того же Fiat Punto, которых сейчас в Лос-Анджелесе очень много. А мы с вами, друзья, совсем-совсем близко уже подобрались к списку машин, которые американцы не купят на вторичном рынке. Перед тем, как перейти к тачкам, которые американцы не купят на вторичном рынке, мы с вами последнего героя нашего рейтинга, забыли упомянуть, это Volvo XC90. В принципе, машина, которая теряет большую часть своей стоимости за первые 3-4 года, и это, в принципе, нормальное явление для дорогих машин терять в стоимости максимально, вот в первые несколько лет. Но здесь можно подчеркнуть, что Volvo XC90 это большая, хорошая машина с классными комплектациями. Она на самом деле в дизайне, вот в последней версии, прям супер классно выглядит. Пожалуйста, вот такая вот Volvo 2017 года, 39 тысяч миль пробег, стоит 35 тысяч 495 долларов. Поэтому американцы с удовольствием покупают Volvo XC90, и да, их можно встретить на улицах города каждый день. Ну что, мы добрались до списка машин, которые американцы с не очень большим удовольствием готовы купить на рынке поддержанных машин. Итак, это мини-купер, они считаются не очень надежными, да, и именно поэтому они максимально теряют в цене. При этом машина классная, такая озорная, у нее есть очень много вариантов дизайна яркого, да, цветов. То есть дизайнеры подошли, конечно, к этой тачке прям максимально для того, чтобы она привлекала внимание на улице, и в Москве она пользуется, я помню, большим спросом. Да, к сожалению, американцы здесь считают, что она не супернадежна, поэтому мини-купер купит, но очень минимальное количество людей, и по большей части остальные пойдут смотреть что-то в списке тех машин, о которых мы с вами говорили ранее. В отчете US News & Report Report есть следующая машина, которая считается здесь не супернадежной в плане, когда ты купаешь ее в состоянии БУ, потому что придется сильно вложиться, это Chevrolet Spark. Да, выглядит неплохо, тоже ярких машинок очень много, особенно желтые я вижу, вот периодически на дорогах белые, но да, здесь они считают, что в машину придется вложиться, поэтому по соотношению цены и качества это не самое хорошее предложение, и да, американцы, скорее всего, будут искать что-то более надежное, чем вот эта вот малышка. Следующие две марки я объединяю в одну категорию, это Suzuki и Saab. Почему, спросите вы, Suzuki, хороший, надежный производитель, Saab, очень красивая машина выглядит, что происходит, почему американцы не хотят покупать? Ты проходишь мимо Suzuki и Saab, ты всегда видишь очень привлекательные цены, то есть, если рядом будет стоять, я не знаю, та же Honda, она будет стоить дороже, чем Suzuki или Saab, и, конечно же, волей-неволей и порука тянется, думаешь, надо взять выгодное предложение, но на самом деле эти марки не представлены в Америке. Я имею в виду, если понадобится какая-то деталь, то, возможно, если ее нет здесь в наличии, ее придется заказывать из Европы, долго ждать, это может затянуться, да, то есть, изначально Suzuki и Saab, ты можешь купить за меньшие деньги, но впоследствии, если с ней что-то случилось, если понадобился ремонт, ты переплатишь в автомастерской, в которой люди тоже нечасто с ними работают, ну и плюс, конечно же, сможешь ждать детали, что, конечно, не очень выгодно. Ну что, ребята, не зря я говорила вот про эту табличку желтенькую, все потому, что сегодня в комментах к этому видосу я хочу разыграть вот такой вот желтый номер Голливуд. Для того, чтобы принять участие, как обычно, нужно быть подписанным на канал, поставить колокольчик, влепить лайк этому видео и написать любой коммент. Розыгрыш будет среди комментариев, и его я проведу в следующем видео, поэтому обязательно следите за апдейтами. И, конечно же, я помню, что должна еще вам два розыгрыша. Прямо здесь и сейчас вы узнаете, кто выиграл мячик Доджерс вместе с американской жвачкой, и здесь, кто выиграл значок Рут 66 и мячик Доджерс из ролика про Мустанг. Ребятки, я поздравляю победителей. Напишите мне, пожалуйста, на почту, которая указана в описании к этому видео. Ну и не забудьте заглянуть в мой инстаграм на Лифроникейшн, там что не неделя, так новая тачка в сториз и мои будни в Лос-Анджелесе. Так что велкам, увидимся с вами совсем скоро. До встречи. Bye, guys.